Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Как быть болезненно пережить последние дни работы в офисе до увольнения? Вежлив все, что не успели за десятилетия все задачи заделывать, принимать клиентов, всех и физическую работу. Очень глобно все разговаривают. Ну смотрите. Во-первых, я думаю, что основное, что нужно сделать, это вообще говоря переключиться. Я думаю, что сейчас вы во власти, что называется, того, от чего вы уходите. Да, от. То есть вы уходите от работы, которые вам не нравятся, да, и так далее. А еще ведь есть то, к чему вы уходите. Есть то, куда вы уходите. И вот это очень важный момент. А этого как будто бы в вашей сейчас реальности, да, нет. И вы как будто бы, значит, эту ситуацию воспринимаете несколько вот так вот узко. Соответственно, переключиться нужно на то, куда вы уходите, к чему вы уходите, куда вы идете, да. Вот. А что касается того, что вешают, то нужно увидеть, вследствие чего вы позволяете вешать. Дальше. Что касается того, что злобно разговаривают. Я думаю, что здесь чувство вины. И я думаю, что чувство вины, это подавленная ваша злость, которая необходима здесь. Собственно, именно подавленная злость и мешает вам отказаться от того, что на вас вешал. Которое мы скрываемся сейчас под чувство вины. Поэтому задача, опять же, эту злость в себе найти, вот, признать ее, легализовать и научиться выражать конструктивно. Ну и хотелось бы в целом, чтобы вы, наверное, рассказали историю своей работы, историю своего увольнения, что вы прожили как-то всю эту ситуацию, и есть ощущение, что несколько невнимательно на эмоциональном уровне вы к этому относитесь. То есть такое ощущение, что ваши переживания, увольнения, да, и, по сути, ну, наверное, переход на новую работу, да, он как-то вот у вас эмоционально не отображен. Психолог может помочь это, в принципе, сделать. И тогда, я думаю, будет легче, будет легче, вот, значит, прожить вот эти дни. Дальше. Вы спрашиваете о том, как безболезненно прожить дни. А что значит безболезненно и нужно ли полностью безболезненно это проживать? Если вы на каком-то месте работы были долго, то, естественно, осталась какая-то привязка. Как с вашей стороны, так и со стороны ваших коллег. И это нормально, что новость до вашего увольнения не вызывает радости у окружающих. Да и у вас в том числе тоже. Потому что это что-то новое, потому что это выход за рамки комфорта. Комфорта и, естественно, как бы это некий стресс вызывает. Я не говорю о том, что вы ошибаетесь, интерпретируя то, как разговаривают вокруг вас. Но я допускаю вероятность того, что вы переносите на этих людей что-то свое. Какой-то внутренний конфликт. Это необходимо дольше выделить и, так сказать, несколько скорректировать. Чтобы вы хотя бы четко отделяли одно от другого. В большинстве случаев проблема увольнения связана у людей с метанием. От ценностей такой, знаете, рабочей семьи к ценностей, ну, скажем так, индивидуализма или коммерции. Я думаю, что этот конфликт не прошел мимо вас, поэтому тоже нужно его как-то выделить, разрешить и признаться себе в том, чем вы руководствуете, увольняясь с этого места. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.